Добро пожаловать в Баланс 3.0 или Эру ОБТ. На основной сервер наконец установили обновление 0.33, которое является очень существенным для нашей игры. Было переработано просто очень много всяких аспектов игры. Я как обычно постараюсь это все уложить в один ролик и рассказать вам про самое важное и самое интересное. Ну и начнем мы с самого наверное главного. Это перебалансировка техники с 7 по 10 уровень, хотя она коснулась еще и 6 уровня тоже. Почему я назвал это Эрой ОБТ? Потому что в этом обновлении было сделано максимально все для того, чтобы ОБТ стали лучше. Им и апнули броню абсолютно на всех уровнях, так или иначе улучшили бронирование ОБТ. У кого-то оно улучшилось не особо, ну например Т-14 Армата как-то смотрится слабовато по сравнению с остальными ОБТ. Но некоторые ОБТ просто зашили охренеть, как иногда до какого-то просто пока для меня непонятного безумия. Привет Т-72Б 6 уровня ОБТ, который в лоб практически не пробивается своим же пробоем. Помимо этого и борта для автопушек очень нифигово так зашили. То есть если у вас 30-40 миллиметровки, то некоторые ОБТ вы практически в борт вообще не пробиваете. За исключением там каких-то маленьких мест. Но некоторые конечно немножко полегче пробиваются. А так, корма, да, в корму ты будешь пробивать без проблем. Плюс к этому если добавить то, что теперь бронебойные снаряды с дистанции теряют сильно бронепробитие. То получается, что ОБТ и в этом плане тоже стали выигрывать. Потому что где-то далеко стоящая ИТ-шка. Этими снарядами в принципе там теперь для них небольшая зона куда пробивать в лоб. Ну а учитывая еще и потерю пробоя, то может вообще получаться интересные моменты. Прибавим сюда то, что теперь ОБТ еще и получили больший запас дымов. То есть теперь их по две в заряде. Они быстрее перезаряжаются. И получаем, что ОБТ очень сильно в плане защищенности апнули. Причем все уровни, даже шестой уровень я тоже смотрел. Как раз и шестой уровень там неплохо так приподняли в этом плане. И смотрится это все очень жестко. Единственный минус, наверное, это то, что обзор. Отобрали обзор ОБТ, теперь его не так много. И это связано с тем, что разработчики в этой обнове постарались каждый класс техники сделать более заточенным на свои роли. Ну то есть если это ББМка, то она должна больше светить, чем там например дамажить. Если это ИТ-шка, то она не должна себе и светить, и раздавать. То есть у ИТ-шек там подобрали, отобрали маленько так обзора. Теперь они не особо будут хорошо высвечивать сами себе. И плюс еще, если это ПТУРовая ИТ-шка, то будет терять больше незаметности при выстреле ПТУРами. Ну а ОБТ, так как это все-таки должен быть именно такой класс техники, который должен играть от брони, от своей мощи, а не быть супер универсальным классом техники, как раз и отобрали обзор. Второе довольно-таки важное и существенное изменение касается физики передвижения техники. Как колесной, так и гусеничной. Она теперь управляется совершенно по-другому. Теперь 70-тонный танк не подскакивает на каком-то сраном бордюрчике. Все минимальные такие неровности, что колесная техника, что гусеничная съедает, и вы ее вообще никак не чувствуете. Но какое-то появилось немножко, да, стало больше дрифта. То есть танки начали больше уходить в занос, и к этому, конечно, немножко нужно привыкнуть. Далее изменения, которые касаются снарядов. Во-первых, изменилось описание, добавлены некоторые характеристики, которых раньше не было. Теперь, так как у нас у бронебойных снарядов теряется бронепробитие с дистанции, все это в описании отражено, насколько оно теряется. И теперь у нас бронебойные снаряды, ну, по большей части, некоторые также остались. Теперь у них разброс урона не минус плюс-минус 10%, а плюс-минус 5%. И также касается и бронепробития. Теперь оно тоже плюс-минус 5%. Кумулятивные боеприпасы лишились бонусного урона при пробитии тонкой брони, но немножко им увеличили сам базовый урон. У птуров тоже появилась новая история. Птуры теперь наносят урон даже без пробития. Небольшой, и на самом деле не всегда, да, есть все-таки места, в которые, если залетает птур, то он вообще никакого урона не наносит, но более или менее, где рядом есть какие-то, да, элементы, там, прицелы, я не знаю, еще что-то. Если туда урон проходит от взрыва этого самого птура, то минимальный урон там по 100-150 залетает даже без пробития. В целом по птурам прошлись там нормально так, по всем характеристикам, поисправляли какие-то ошибки, скорректировали характеристики маневренности и управляемости птур, и вроде бы как они должны стать лучше, но пока у меня пока обратное какое-то ощущение, что они какими-то стали очень странными. Бронебойно-фугасным снарядом существенно увеличили пробитие, но уменьшили урон. В игре появился новый ежедневный контракт с новой наградой. Кто не успел забрать тайпа 89-го, уже не сможет его получить, потому что теперь у нас в награде будет 2Т-сталкер. Это новая ББМка 8-го уровня, она будет с одной установкой птур и автоматической пушкой. По оптимизации также было проведено ряд исправлений ошибок, но, честно говоря, как только выходит обновление, обычно этого вообще никак не ощущается, и скорее приходят какие-то тормоза. Но, надеюсь, более или менее сейчас оно все нормально заработает, и сможем оценить, да, в итоге оптимизации стало больше или нет. Визуальная часть в игре также обновилась. Начнем с боевого интерфейса. Теперь в бою интерфейс до конца уже доработали. Изменились уши команд, верхняя полосочка, где отображается количество противников-союзников, звук отчета стал другой, все выглядит по-новому, интересно. Также изменились различные звуки и эффекты звуковые. Правда, со звуками выстрелов какая-то шляпа, я не знаю, так задумано или нет, но иногда выстрелы какими-то звучат непонятными, да, уж точно не из орудия, а из какого-то пистолета с глушителем. Также были добавлены различные визуальные эффекты, например, эффект дульного пламени при выстреле, добавлены новые эффекты попадания по ландшафту снарядами для всех калибров. Эти эффекты разные. Ну и в боевой интерфейс добавили блок состояния вашего десанта. Сколько десантников в машине, сколько снаружи и сколько погибло. Также, кстати говоря, немаловажное, некоторые как раз спрашивали, когда это сделают, и вот, наконец, при загрузке боя теперь отображаются базы, и вы теперь точно на карте видите, да, с какого респа вы будете начинать бой. Продолжают работать над внешним видом, над качеством текстур танков, и в этой обнове полностью переработали модель танка Т-72Б, и она выглядит, конечно, просто офигенно улучшена, и переработана тоже модель танка ХМ-1, и также модели машин серии Леопард. На стройке заехали две интересные вещи. Во-первых, отображение камуфляжа, своего камуфляжа, теперь можно в настройках выключить, если вам он не нравится, вы его не хотите видеть, но вам нужен бонус от камуфляжа. И момент второй, это добавлено возможность отключить отображение заблокированного урона в таблицах входящего и исходящего урона. Причем отдельно для входящего, для исходящего это можно настраивать. Еще одно довольно важное и существенное изменение. У всех абсолютно машин были удалены топливные баки. Теперь просто каким-то шальным попаданием по корпусу, рикошетом вы не сможете поджечь какой-то там непонятный внешний бак. И в целом танки все так же, да, они смогут гореть, но теперь они будут загораться исключительно при попадании либо в двигатель, либо в боеукладку. Следующим машинам из списка добавили пулеметы. Там есть и те ОБТ, которые давненько заслуживали этот самый пулемет, например, КТТБ. Ну и также большое количество ИТ-шек, плюс артиллерии. Не знаю зачем, но и артиллерии тоже дали пулеметы. Изменены правила, по которым бот решает, когда выпускать ПТУР в игрока. Раньше бот мог выпустить ПТУР в любого игрока в конусе в 180 градусов перед ним. Из-за этого боты с высокоуправляемыми ПТУР точно наводились даже на тех, кто оказывался сбоку. Теперь боты будут выпускать ПТУР только если игрок появился в 30 градусном конусе по направлению башни. Таким образом, если бот решит выстрелить ПТУР, ему надо будет сначала довернуть башню на игрока. Боты класса ОБТ вообще перестанут использовать ПТУРы. В ранговые бои заехал Туман Войны, тот самый, про который я уже рассказывал. В общем, теперь, загружаясь в бой, вы не будете знать, против кого вы играете, против какой техники, пока уже противника не засветите. Если вам залетело большое количество свободки, свободного опыта, особо не раскатывайте губы. Это не какой-то подарок к 0.33, просто в результате ребаланса было изменено древо изучения модулей танков у Леклерка Прототипа, Леклерка Азура, М1А1 Абрамс, М1А2 Абрамс. То есть, теперь там эти все модули нужно будет заново открывать, и вам их компенсировали. И также, в связи с изменениями баланса техники, вы можете бесплатно выбрать новые умения у следующих командиров. У Александра Кортеса, Андрея Зайцев, Джошуа Сигроу, Иоаннис Сана, Максимилиан Кюнинг, Рашид Аль-Атаси, Сабрина Вашингтон, Федор Соколов, Энтони Диас. Так что, если вы этих командиров хотите как-то по-другому пересобрать, то сейчас можете бесплатно сбросить, у вас не пропадет опыт, и заново его распределить. Ну и на этом самые важные и интересные изменения в 0.33 закончились, но в продолжении сезона будут еще в ближайшее время добавлены очень интересные штуки. Например, наконец-таки мы получим новую ПВП-карту Эддеба. Также там будет улучшение подвижности и противников, и добавление новых ББМ в список возможных врагов, переработанные модели танков семейства Абрамс, новое событие формата рейд с эпическими обликами, и продолжит улучшать пехоту. Ну, во-первых, у нас так пока не появилось указание на определенную кнопку, да, вы сможете указывать пехоте, куда им высаживаться, в какое конкретно место. И, я так понимаю, теперь еще и добавят цели указания для пехоты, в кого стрелять этой самой пехоте. Ну и у нас еще появятся новые облики, камуфляжи и контент для мероприятий. Так что обновление получилось по-настоящему большим, и мои первые впечатления такие. ОБТ однозначно апнули просто охренеть, как теперь самый даже нубас, который просто будет хотя бы лбом к противнику стоять, уже будет гораздо медленнее умирать. Единственное, наверное, вот по ОБТ все понятно, что называется. ОБТ очень сильно апнули. Причем ОБТ даже некоторым очень так неплохо подняли скорость перезарядки. То есть они теперь еще и стали чаще стрелять. Мало того, что бронирование, больше дымов, так еще и чаще стрелять. А вот у другие классы, конечно, у меня пока вопрос. Пока еще я не успел попробовать толком и Т-шки, и ЛТ-шки. Но я могу точно сказать, что проблемы возникли, серьезные проблемы у всех, кто пользуется ПТУРами. Я не знаю, почему решили так резко унизить ПТУРы, потому что мало того, что защищенность стала лучше от них, так они еще и взяли и уменьшили перезарядку почти у всех ПТУРовых тележек. Прям сильно понерфили перезарядку как общую, так и внутри, между выстрелами. То есть тот же Hellfire теперь медленнее стреляет. Т-15 Армата, мало того, что, блин, между выстрелами задержку сделали большую. Так теперь она еще и целых там 35 секунд перезаряжается. Это просто жесть. И при этом они сказали, ну, ребята, зато, а еще понерфили же незаметность при выстреле. Но зато они сказали, зато теперь вы сможете наносить целых 100 урона, даже если не пробьете цель. А вы это будете делать скорее всего, чаще всего. Ну, то есть, покатав на 10 уровне, на ПТУРовых тележках, я вот убедился, вы уже видели, да, моменты, просто летящий на меня Леклерк, который самый дырявый для ПТУРов на этом уровне, я в него просто не мог попасть, потому что, не знаю, чудо коэпы, кривые ПТУРы и т.д. и т.п. И просто тип приехал и затаранил меня, хотя я как бы вроде как должен был его убивать. Единственные, кто более или менее хорошо начал хавать ПТУРы, это К2, но потому что у него другая фишка, да, К2 будет супер-мега хорошо танковать бронебойные снаряды, а другие типы нет. Короче, пока большой вопрос с тем, как сейчас будут играться ПТУРовые тележки и как будут играться автопушки, потому что на них стало немножко тоже сложнее. Но, как бы однозначно, да, ЛТшки вроде бы как стали тоже неплохими, потому что им дали больше пробоя у снарядов и Тшки ХЗ, ну, а у БТ, как я уже сказал, себя чувствовать будет теперь точно королями. В общем, игра довольно-таки сильно изменилась, теперь придется заново все изучать, к некоторым моментам заново придется вообще привыкать, как, что работает, в каких ситуациях, на каком классе технике, на каких машинах, когда использовать, какое вооружение. Все это надо теперь заново тестить, пробовать, ну, и это, наверное, в общем-то хорошо, по крайней мере, мне точно, у меня будет много тем для контента, как по стримам, так и по видосам. На этом у меня все, ставим лайки, подписываемся на канал, если вы все еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые ролики, и увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok